Сейчас, Жанн, просто вот снимите, подержите, это качество плохое, но у вас нет, это будет не нужна. Андрей, я сейчас обучаю. Здравствуйте, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Парень, слушайте, у меня в курсе на сборы в классе, да, учите, ну, почему? Ну, у меня такой же, вот мы с вами коллеги, да, то есть я также являюсь виновичем, кроме этого, я являюсь состоителем общественной организацией. Членом общественного совета, приехать от преобразной госадминистрации и заместителем председателя комитета по свободе слова, межконфициальным отношением. Ну, я лично посвящен этой ситуации, то есть, что мы сейчас видим, властью на Дюшардан, запустили на сборы в классе городской организации партии Узар, на которой, как нам уже заранее было известно, вот и сразу голова городской организации. Что в этом секретном, а я не знаю. Более того, почему прибыли сюда журналисты, мы сами об этом говорили, то есть о том, что будут сборы проведены 16 ноября, вот, заявил сам, исполняющий обязанности Харьковской организации Узар, Игорь Король, у него была пресс-конференция, журналисты ему задавали вопросы, и там было, как сказано, там много было вопросов, именно внутри партийного центра, который произошел в августе, когда была, все время и Виталий Кривичкова, и в программе партия подчеркивается, что партия Узара, это партия европейского типа, она будет создать демократию, и в то же время не пускают журналистов и объявляют закрытые конференции. Мало того, на этом есть и определенный стаж партийной деятельности, в том числе, я был зампредседателем контроля региональной комиссии, и я рассказывал, что мы в классе нашего района, говорю конкретно, да, вот, как бы представляю требования устава и законов, то есть, по большому счету, существовало самоуправство, ну, мы назовем со стороны пресс-секретаря, такая как областная организация, да, может быть, она, конечно, действовала на основании этого повреждения, более высокого руководства, я предполагаю, наобщались мы с ней, вот, то есть, она вышла и заявила о том, что большинство членов сборов проголосовало, она объявила, да, что 118 человек из присутствующих проголосовало в прозе присутствия журналистов, и только один, а я предполагаю, что это мог быть, ну, может быть, это Матриенко, это здесь журналисты, которые раньше работали с журналистом, к медикам, к которым тагически пропал. Но опять же, на тот момент, когда мы пришли, решение об решении сборов в закрестном режиме не было, правильно? И мы выполнили право, и, пожалуйста, уже принадлежно, что x-ray, когда мы приняли решение, если считают, что от главы Уаптии ударов, мы были от Харкачана, доналитов, от представителей СМИ и вообще громады, и просто опять же, интересно, ничего. Как вам, что-то, что там за деньги, Да, здесь опять же интересная ситуация. Мне как бы известно по большому счету поездка дня этой конференции. И раз это выборная конференция, то необходимые прав вводителя городской организации партии УДАР, они будут избирать отводителя партийной организации, членов полицовета, городской организации, членов ревизионной комиссии. Это все известно. Но опять же, вот тот конфликт, который был 19 августа, в результате которого голова городской организации Андрея Домовича, это 24-й годная больница, в самом университете, когда было перерывом носа, и переченье мозга, такой серьезный переченье мозга, тогда партий УДАР всеми силами старалась скрыть эту ситуацию, то есть не комментировать журналистам. И когда вот уже был назначен медиктороль, исполняющим обязанности, когда грабостные организации, уже тогда на этот конференции именно это подчеркнул, что на спорах вы можете это все узнать, и будут избираться отводителя городской организации. То есть я считаю, что это как раз у нас пример сокрытости партийной организации, которая одновременно при этом снижает по своему невозможенному выбору о своей демократичности, а на самом деле вот нам демонстрировали ребята охрана, стоят, которые даже не знают, почему сотрудники председателя вышла под второй организацией. Я считаю, что это вот именно для УДАРа вообще, это вот внешняя ситуация, это способность. Вот пресса, причем мы были как бы известны, и выжиками прессы, и целая семечная группа телеканала, действительно что-то профессиональное журналисты, вот, и они были недопущены. То есть я считаю, что это вот сегодня, мы были все в очередной УДАР по имиду УДАР.